Следующую песню я пою, к сожалению, по грустному поводу. Пустой столик номер 35, за ним должен был сидеть Евгений Сенченко. Мы с ним познакомились на этом концерте. Он попросил, ну, по возможности, сделать концерт именно сегодня, потому что он должен был лететь в Москву. И потом я получил письмо от его сына, что 8 января он скоропастенно скончался. Ну, он успел мне, я ему написал, я говорю, ты делай заказ. Я спою, он говорит, я буду рано вылетать, поэтому вот несколько песен он заказал. И вот одна из этих песен, наверное, в ретном календаре. Вот мне очень жаль, потому что совершенно молодой мужчина, выпускник нашего же училища, вот, неожиданно, очень печально, очень трагично. Вот, а песня, наверное, в ретном календаре была, она написана много лет назад в Уфе, куда мы летали на 24 с эстафетой. И вот мы улетаем в те города, где холодно, мы как раз улетали из Уфу домой, потому что там всегда теплее и солнечнее, и все хорошо там. Вот, а в Новосибирске, как сейчас, в роли за тридцатник заваливает, и как-то больше хотелось в Уфу. Наверное, в ретном календаре, там до сих пор еще февраль, зима не кончилась, А на перроне тает снег, и в самолет садиться мне совсем не хочется. Здесь ветер ласковый такой, на воздух сладкий, хмельной не надышаться им. Но почему-то мы должны лететь сегодня из весны, опять туда, в те города, где холодно. Какая долгая зима, я от тоски сходил с ума, от одиночества. Как надоели холода, порой казалось, никогда они не кланчатся. Но засвенели вдруг ручьи, и от чего-то воробьи так растрезло не лис. А я так долго ждал весны, но почему-то мы должны опять туда, в те города, где холодно. Как жаль, что нужно нам спешить, сейчас бы просто побродить по лужам солнечным. Послушать, как стучит капель, какой прозрачный нынче день, какой безоблачный. Но только это все мечты, и плавно начали винты свое вращение. Аплодисменты